Благослови Божия сегодня среда, продолжаем тему Экклезиология Пусть Господь благословит нас Сегодня хочу из послания поста Павла начать Но вначале анекдот Экклезиологический анекдот Просто он у меня сразу в памяти всплывает Когда Павла перечитываете Христианский анекдот Я подписался на рассылки Забыл как называется Христианские анекдоты, афоризмы Смешные истории Мне присылают Есть такие очень поучительные Вот такая история Притча такая На небеса приходят мужчины, женщины Очередная партия На небеса приходят туда-сюда Их встречают Апостол Петр выходит С ключами Пожалуйста, пожаловать Как говорится You're welcome А сюда, где не слушались И все побрели дружно туда, где не слушались Только одна пара встала туда, где слушались Так интересно И Петр говорит брату этому Брат, слушай, расскажи, как у тебя получилось вообще? Как это все произошло у тебя? Слушается, у тебя жена слушалась тебя Всю земную жизнь твою А вот, да не знаю Она сказала, идти сюда Я и пошел сюда Не, ну вот такая вот притча, анекдот Павел к Ефесянам как раз и сравнивает взаимоотношения мужа и жены Взаимоотношения Христа и Церкви Бог и Его народ Ну это опять-таки, я все так говорил уже Это не новое сравнение В Ветхом Завете, да Есть такие же сравнения Похожие сравнения И тоже Израиль был часто и строптивой женой Непослушной И послушной То есть как бы, ну, всякое было И Новозаветная Церковь Иисуса Христа Вот за два тысячелетия Если там историю Церкви, да Мы посмотрим, даже так бегло То вот тоже видим, что всякое было Всякого хватало И послушания, и непослушания Но Положа руку на сердце Христианская Церковь На протяжении двухтысячелетней истории Чаще всего была непослушная Жена, очень наша Вероломная, непослушная Вот, значит И Или как с том другом На манедоте Что, значит Муж говорит Я глава-глава Глава Семьи А жена говорит А я, говорит, шея Куда хочу, туда и ворочу головой Вот, значит И вот Церковь тоже оказывалась Часто в таких вот Действительно И до сих пор К сожалению В позициях Что Христос глава Ну, хорошо Хорошо, это проблема Но Куда хожу Хочу туда По голову и верчу Вот такое понимание есть И вот это непослушание Это Ну, корень всех бед В общем-то В христианстве Как бы это Основная проблема Главная Экклезиологическая проблема Будем так говорить И современного христианства Вот И Но Из посланий Павловых Я прочту лучше здесь Лучше синодальный перевод Прочту все-таки Вот Хотя я в последнее время Все больше люблю Такие современные переводы Ну Прочту синодальный Ефесянам 5 глава Ефесянам 5 глава Нет Ну вот С 21 стиха И дальше буду читать Там по тексту Ефесянам 5 21 Павел пишет Хотя в современном По-своему Очень красиво Но классический Это синодальный перевод Повинуясь Он пишет Друг другу В страхе Божьем Ну здесь точка Ну это опять-таки Знаки препинания Понимаете Да Это все как бы Человеческое представление Как бы Вот И часто они не совпадают Вот Это один из таких примеров Такого явного несовпадения Вот Значит В древности писалось Послание одним текстом Никаких делений на главы На стихи Там не было И знаков препинания Таких не было Ну чтобы было понятно Да На всякий случай Потому что не знают И дальше говорится Жена Повинуйтесь Своим мужьям Как Господу Потому что Муж есть Глава жены Как и Христос Глава церкви И он же Спаситель тела Опять Красивое сравнение Церкви Да с телом Его Но как Церковь Повинуется Христу Вот Как церковь Повинуется Христу Это как Лозунг Церковь Повинуется Христу Вся власть Иисусу Как Вся власть Советом Раньше Наши отцы Там Провозглашали Вся власть Церковь Повинуется Христу Хороший Лозунг Для конференции Так И жены Своим Мужьям Во всем Мужья Любите Своих Жен Как И Христос Возлюбил Церковь Второй Красивый Лозунг Для конференции Христос Возлюбил Церковь И предал Себя За нее Чтобы Осветить Ее Очистив Банью Водную Посредством Слова Чтобы Представить Ее Себе Славную Церковью Вот Не имеющей Пятна Или Порока Или Чего Либо Подобного Но Дабы Она Была Свята И Непорочна Так Должны Мужья Любить Своих Жен Как Свои Тела Любящие Свою Жену Любят Самого Себя Ибо Никто Никогда Не имел Ненависти К своей Плоти Но Питает И Греет Ее Как И Господь Церковь Потому Что Мы То есть Господь Церковь Питает И Греет Да Заботится Потому Что Мы Члены Тела Его От Плоти Его И От Костей Его И Вот Дальше Очень Красиво Конечно Посему Оставить Человек Отца Своего И Мать Прилепиться К жене Своей И Будут Двое Одна Плоти Тайна Сия Велика Я Говорю По Отношению К Христу И К Церкви Ну И Здесь В этой Главе Завершение Такое Красивое Так Каждый Из вас Долюбит Свою Жену Как Самого Себя А Жена Добоится Своего Мужа Кстати Вот Тема Элула Месяц Собода Ну Еврейского Календаря Сегодня 25 Число У нас Элула Завершение Уже Месяца Начало Творения Божьего Встроминается А вот В эти дни Значит И Знаете Как бы Обычно Девизом Этого Месяца Вот Радуйтесь Перед ним Стрепетом Вот так Говорят Радуйтесь Перед ним В страхе В трепете В благоговении Благоговение Да Потому что Тоже Ассоциации Со страхом Обычно Разные У людей И Знаете Друзья Вот Церковь Поминующаяся Христу Большая Беда Да Когда Тело Ну Оно Есть Да Но Не слушается Человека Не слушается Его мысли Не слушается Его головы Большая проблема Ну Болезнь Встречаю Таких Людей Больных Я молюсь Чтобы Господь Дал Вот Тоже Вот Исцеление Таким Людям Чтобы Блаженно Слышащие Слово Божье И Исполняющие Его Вот Слушающиеся Слово Божьего И вот Церковь Бог Он действительно Хочет Видеть Вот Как Написано Славной Церковью Славной Церковью Ну Почти Что православной Славной Славной Церковью Не имеющей Одна Порока Чего-либо Подобного Святой Непорочной И вот Опять Таким Образом Он ее Очищает Церковь Каким Образом Заботится Как Мы О своих Силах Моемся А Церковь Чем Моется Омывается Чем Она Баня Водная Посредством Слова Там же написано Из прощенного Фрагмента Баня Водная Посредством Слова То есть Церковь Имеет Как Для физического Тела У нас Вода Как Не притирайся Как Салфетки Не пользуйся Все равно Вот Вода Есть Вода Ничего Лучше Нельзя Придумать Просто Вообще И Не Придумаешь Никогда Потому Что Весь Мир Был Создан Водой Вот Да И Как Мы Все Из воды Состоим И Напитков Много Люди Придумали Вот Пример Кофе Попил Спасибо Кофе Все Хорошо Да Слава Богу Но Но Лучше Воды Ничего Не Придумали Люди И Придумать Невозможно Просто Вот И Для Церкви Конечно Да Можно Чем Там Вытираться В Церкви Да Но Лучше Слова Божьего Ничего Нет Вот Также По Божья Экклезиология Да Чистоты Церкви Это Слово Божье Однозначно Вот Поэтому Это Как бы Панацея Всего И Я так Рассуждаю Что Это Конечно Конечно Это Не Просто К К Поместной Церкви К К К Христианину Это К К К К К К К К К Б Божьей Вот И Послушание Христу Церкви В этом Источник всех наших благословений Церковных В церкви благословений И наоборот Непослушание Христу Это источник всех Ну Бед Церкви Всех проклятий Церкви Вот И Церковь Так же Как и вот Израиль Израиль Прообразовал Да Вы помните Собою Прообразовал Церковь И Так же Получилось Что и церковь Стала наступать В истории Своей На те же самые Грабли Значит Наступали Порой Что и Израиль Вот Первый храм Вот Из Израиля Да Мы видим Ну Храм еще Можно вспомнить Скинию Да Переносной храм Передвижной храм Будем так говорить Да Вот И Но уже Первый такой Капитальный храм Уже построенный Да Соломон Соломон Построил Храм Прекрасно Вот И Затем он был разрушен Этот храм По грехам нашим Господь Это Совершил Это попустил И Эта трагедия В Библии очень подробно Описывается Вообще У пророков Очень подробно В Библии мы Читаем О том Как это Происходило Все Как эта трагедия Великая Произошла И из-за чего Храм-то Разрушен был Из-за чего Ну Не послушали Не послушали Слово Божьему За грехов И Грех Есть Беззаконие И Конечно Евреи не забывали Израиль не забывал Создателя своего Даже в те дни Отступничеств Но Многобожия В основном Как бы Ну Первое что Сразу И Идолопоконство Вот эти вещи Они как бы Послужили Самой главной Такой Ну Проблемой Которая привела К падению Этого храма Это хорошая наука Для Нас Это очень важная наука Для Третьего храма Потому что Мы живем в эпоху Третьего храма Мы живем в эпоху Когда Совершается Стройка тысячелетий Стройка уже Двух тысячелетий Из живых камней Помните Да Вот как раз тоже Мы из писания же знаем это Я это говорил уже не раз Что Насчет Церковь Божья Да Церковь Христова Сравнивается с храмом Божьим С храмом Божьим Да И вот золотой стих Экклезиологический Я так называю Первый коринфянам 3.16 Да Вот Первый коринфянам 3.16 Он все равно записывает Что он Разве не знаете Павел пишет Что вы храм Божий И дух Божий Живет В вас Кстати Он написал эти стихи Тогда Когда храм тот В Иерусалиме Еще функционировал Потому что Священники Они там Завеса Разорвалась Верхнеестественно Вчера я там Описал Треск был такой Но священники Восстановили завесу Да Священники все Я не знаю Как они комментировали Историю Малышев Об этом Ну по крайней мере Они может Списали на несчастный Случай трагический Хотя это какой случай Такой завес Еще разорвать Невозможно было Но Восстановили завесу И служение продолжили Как будто Ничего не произошло Как говорится В Богдане Все спокойно Ну в Иерусалим И продолжили служение Но Я вот говорил Что в Талмуде Раздел Как он называется Раздел Талмуда Где говорится Косвенное подтверждение Исправдивости Личности Иисуса Как Христа Косвенное Непрямую Конечно Йома Называется Йома Ну Йом День Да значит Йома Или Йом Ха Кипури Йом Кипур Там есть Убедительное свидетельство Вот Действительно О том Что Ну как бы Косвенное Правда Не называется Иисус Но косвенно Подтверждается Что он есть Христос На самом деле Потрясающее Свидетельство Вот И Апостол Павел Писал Тогда Когда храм Еще тот Функционировал И Священники Убивали Животных Невинных Уже Жертвы До Иисуса Христа До Рождения Церкви До начала Строительства Третьего Храма Тела Христа Вот Знаете Вот это все Имело смысл Конечно Да Потому что это было Божьим повелением Убийства этих животных Начиная С Самых Минимальных Жертв Это Птенцы Голубя Заканчивая Круглорогатым Скотом Насчет Убийства Ритуальное Обесправливание Происходило Этих Животных Вот И Ну Самая Великая Жертва Это Найон Кипур Конечно Самая Великая Жертва Ее Называли Жертвой Всех Жертв И Найон Кипур Ну По нашему Получается В 30 Году Нашей Эры Бог Не принял Жертву Своего Народа Это Было Просто Ударом Подбив Израиля Священники Были Вынуждены Констатировать Факт Что Бог Не принял Жертву Своего Народа А сейчас я расскажу Да Как не поняли Были у них Свои Методики Проверок Будем так Говорить Свои Особые Наработанные Веками Уже Методики Вот Которые Описываются Подробно Они описываются В этом Как раз В Талмуде Именно Касательно Храмового Служения В разных Разделах Талмуда Об этом Говорится Очень Интересное Чтение Кстати Познавательное Историческое Чтение Хотя И как Миссионерам Допустим Очень важно Знать Думаю Христианским Для Ну Как бы Более Грамотного Донесения Слова Божьего Евангелия До Евреев Да и Не Евреев До Всех В общем Да И знаете Особенно Для Иудеев Конечно Особенно Для Религиозно Грамотных Иудеев Вот И Потому что Из писаний И Из Преданий Израиля Из Талмудических Писаний Убедительно Мы можем Доказать Реально Можем Все понятно То есть Любой Разумный Человек Это Должен Понять Осознать Что Иисус Есть Христос Сын Бога Живого И есть Но это Другая Уже Наука Этим Занимается Апологетика Очень Хорошая Наука Очень Важная Для Особенно Для служителей Миссионеров Читаю Поэтому Если человек Он готов Принять Истину Он ее Примет Ну Правда Те Кто не Хотят Принять Истину Конечно Там уже Хоть Важны Предубеждения Человеческие Даже Не сами Убеждения А предубеждения Что Он Хочет Вообще Что Он Хочет От нас Вообще От Бога Да Да По большому счету Да Ну Мы должны Сеять Как В притче Опять-таки Говоря Царство Своем Вообще Иисус Он говорил Что Мы должны Везде Просаться Сминайте Вот Понимаете Мы не знаем Скрытые В человеке И я Лично Очень часто Ошибался Очень часто У меня Много Очень Примеров По жизни Христианской Моей Порой Те люди Которые Казались Мне Они Сто Процентов Вот Они Примут Истину Они Устоят В истине И Будут Очень Хорошими Верующими Они Не Принимали Ожесточались И так И Ушли С этой Жизни Ну Как Я не видел И не слышал Даже Об их покаянии И наоборот Другие люди О которых Я думал Что Им Уже Точно Видимо Сыны Гнева Просто Нет У них Ничего Чтобы Они Где бы Они Могли Принять Иисуса Вообще Но Самое Интересное Эти люди Очень Быстро Принимали Некоторые Из них Иисуса И Как Пастор Допустим Пастор Когда В Киеве Некоторые Люди Приходили Мне Казалось Вот Точно За Некоторых Братьев Все Это Точно Наш Человек Он В церкви Останется И нет Его А другой Приходит И думаешь Такой Не задержится В собрании Самое интересное До сих пор Служит В собрании Поэтому Бог Смотрит Не как Человек Знаете Саул Был выше Всех На целую Голову Шутка Большой Человек Но Знаете Бог Смотрит На Сердце Человека Поэтому Мы должны Со своей стороны На всех Иисус Привлекает На самом деле Дух Святой Привлекает Бог Привлекает Но Поэтому И сказано Что и поливающий И насаждающий Есть не что А все Бог Возвращающий Возвращающий Вот Действительно Это так Тоже Это Сто процентов Вот И Конечно Да Друзья Значит Священники Продолжали службы Бессмысленные В этом Храме Ну Мы его Называем Условно Называем Вторым Храмом Хотя Это все Один Храм Просто При Соломоне Что было Построено Здание Оно Было Уничтожено Вот Значит И Опять-таки По грехам Да Нашим И Потом Был Плен Вавилон Да Это Такая Очень Такая С одной С одной Позорная Страница Истории Нашей Библейской Да Но с другой С другой И великая История Потому что Эта история Будем так Говорить От падения Да Преступления И наказания Но и История И покаяния История Постепенного Возвращения Народа Это Книги Эти пророческие Писания Эти Это Указания Опять-таки Для нас Для сегодняшних Верующих Вот Как происходит Вот этот Шува Как вчера Говорил Да Вот именно Покаяние Возвращение Возвращение Богу И это Пример Для любого Верующего И пример Для любой Церкви Даже Самая Отступническая Даже Самая Падшая Есть Такие Очень Странные В христианстве Церкви Конфессии Деноминации Некоторые Которые Даже Или Религии Отдельно Обособившиеся Которые Христианством Даже назвать Очень трудно Честно говоря Вообще Даже Очень трудно Да Не веришь Что Иисус Христос Он Бога Живого Но Все остальное Как говорится Души Свет Святых Вноси Вот Как правило Да И Немало К сожалению Такого Сегодня В христианстве Но Для всех Нас Есть Исход Писание Очень хорошие Примеры Вот этой Чувы Покаяния Возвращения Прийти в себя И вернуться Обратно К Богу Вот И Потом Когда народ Стал возвращаться То конечно Началось Восстановление Храма Это тот же Самый Храм Но мы Его так Условно Называем Вторым Храмом Условно Называем Вторым Храмом Но Все это Можно назвать Ветхозаветная Церковь Все это Вместе Можно назвать Одной Ветхозаветной Церковью Так Даже По историю Христианства Читая Некоторые Работают Они так и пишут Ветхозаветная Церковь Новозаветная Церковь Интересно Вот И А дальше Да Возрождение Храма Происходило Поэтапно Постепенно Не сразу Вот Поначалу То что построили Конечно Там Кто-то Радовался А многие Плакали Потому что Ну Старые люди Те которые Помнили Еще Пацанами Тот Первый Храм Они Понимали Что ни в какое Сравнение Не идет То что Ну Это Учит нас К чему Что Когда мы Восстанавливаемся Не все сразу Не все сразу Происходит Это шаг за шагом Не надо расстраиваться Надо трудиться Дальше И бог Знаете ли Он Все Созидает Будем так говорить И вот Но ко времени Прихода Машеха Ко времени Рождества Христова Вот Этот храм Вот который мы Называем вторым Храмом Да Он был Действительно Великолепным Уже Он даже Ну По мнению Там Некоторых Там Ученых Исследователей Даже Превосходил Тот первый Храм Вот Соломонов Ну По богатствам Своим Там Тонны Золото Серебра Там Всего 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 Ну Как бы Что было То было Значит Ирод Великий Тот самый Да Он Ну Тиран Душегуб Мы обычно Так вот Ассоциируем Вот Ирод Нарисательное Номер стало Но Но вообще Он еще И как бы И в нем Ну Как обычно Тирана Многие Там Себе Имя делали Вот И он тоже Делал себе Имя Получается Отстраивая Храм Его Реконструкция Там Его перестраивали Вот Помещение Масса Построили Ну То есть Это было Великолепным Уже Целым Комплексом И когда Иисусу Показали Ученики Эти камни Да Храм Ну Все эти Здания Они как бы Ну Попросили Иисуса Вот Внимание Заострить Ну Решили Мы такую Экскурсию Сделать Хотя Он там Все знал Конечно Все это Видел Ну Всю свою Жизнь Еще Родители Его Просит Мария С ним Каждую Пасху Каждую Пасху Они приходили К храму Вот Значит С жертвами То есть Он Иерусалим Хорошо знал Как бы С самого Раннего детства Он знал Он знал Систематик Приношений И Все эти здания Ему были Хорошо Известны Но Что-то Учеников Побудило Вот Учитель Посмотри Обратить Внимание Знаете Но Иисус Сказал Страшные Такие слова Что Это все Будет Разрушено Что Камни на камне Не останется Все будет Разрушено Конечно Эти Прочества Эти А то я ушел Для меня Смотрю Эти Прочества Они Исполнились Исполнились И Самые страшные Прочества Библейские Да И самые прекрасные Одновременно Тоже И вот Самые такие Одни Самые страшные Прочества Конечно Это вот О храме Храм был Разрушен Вот Но сегодня Уже Конечно О заднем числе Мы уже и говорим Ну и слава Богу Знаете почему А почему Потому что Потому что Мы знаем Что Божий замысел Был Создавать Храм свой Новый Из живых Храм Что божий Замысел Оказывается Совершенно более Когда живешь В этом Временном Мире Временном пространстве В этом Многие вещи Непонятны И они Выглядят Порой Как На страшнейшей Трагедии Но проходит Время Как допустим В жизни христианина Многие вещи Проходишь ты И они тебе Кажутся Ну Очень Такими Сложными Временами А проходят Годы И потом Ты смотришь Назад Думаешь Слава Богу Что все так было Вообще Слава Богу Это прошел Слава Богу Пережил Кстати Сегодня 5 сентября Сегодня Два года Я даже В сетях Написал На фейсбуке Поделился Два года Назад Ровно Как раз Я впервые В жизни Надо было Видимо Это пройти Тоже Впервые в жизни Стоял перед судом На скамье Подсудимых Оказался Впервые в жизни Так интересно Было Это сейчас интересно Два года Спустя Тогда было Очень интересно Все это Все это было сложно Меня арестовали раньше 27 еще августа В Петербурге Арестовали меня Прямо Время служения Пришла милиция КГБ Чекисты Все там Снимали Всех опрашивали Кому могли Меня тут же Под белой ручкой В отдельную комнату Допросы Потом Увезли В этот Как их Отделение полиции Комната Для допросов Там тоже Многочасовые То есть Там К вечеру Уже Голова вот такая Была С утра До вечера Вопросы Одни глупее Других Насчет вопросов Насчет Там Даже Вопрос Сколько раз Сегодня Помолились Или Как бы Как он сказал Ну какие-то слова Такие вообще У них свои термины Какие-то такие Совершенно Нечеловеческие Какие-то Свой сленг Какой-то у них Такой Свой сленг Значит И Типа Сколько раз Помолился я Я говорю Я и сейчас Говорю молюсь Я не перестаю Говорю молиться Потому что Значит Ну как бы Для меня это Вообще Для них это Религиозное преступление Я помогил Значит В общественном месте Странно Вот А собрание Было Легальное Ну как бы Аренда Была Легальная Все Служение Было Реклама Была Все Значит Вот И Значит Нашли уже Свидетелей Чьи Религиозное чувство Якобы Были Оскорблены Это Были Две Женщины Гастерапайтеры С Молдовы Одна из них По-русски Вообще Ничего не знала Она только Заученные фразы Говорила Одни и те же фразы Когда Даже судья Потом Может переводчик нужен Она отказалась Но она ничего не понимала Помимо вот этих вопросов Ничего не понимала А вторая женщина Она по-русски Более-менее говорила Но обе оказались Наркозависимые И алкозависимые Значит Они как бы Пришли на реабилитацию Значит Но как бы Вот И Их Оскорбились Чувства Вот Ну В мессианской Еврейской общине Вот А я как гость Как спикер Ну Как бы Не дали слова Оказался крайний Ну там Постава такая Была Оказывается Очень интересная Вот И Вот 27 августа Меня арестовали Значит Суд обещали 28 Думаю Воскресенье Суды совершаются Ну ладно Значит Потом 29 сказали 30 И вот До 5 числа Так вот Проморочили голову Значит Судом С этим Ну 5 числа Сентября Значит Я стоял перед судом Вот И Там были Журналисты Вот Значит Разные Товарищи Значит И Пришли там К сожалению Пастыри Священники Служители Питерские Многие знают Вот То есть Ну Было тяжелее всего Наверное От них Получить Удар В спину Вот Большинство Служителей Епископов Сделали вид Что меня вообще Никогда не знают Хотя мы уже Лет 20 Были знакомы Вот Значит И Это было Самое тяжелое Конечно Самое Трудное Было Большинство Епископов Звонили Мне Накануне Суда Просили Удалить Все Видео Где Они Могут Быть И В их Церкви Которые Снимались 15 лет Назад 10 Лет Назад Вот С Ютуба Значит И Некоторые По-хорошему Некоторые Даже С угрозами Звонили Мне Епископов Пастоля Тысячных Церквей Питерских Конечно Это было Для меня Это было Шоком Просто Шоком Не то Чтобы Не заступились Даже Наоборот Стали топить И Меня Обвинили Назвали Татары Жиды Бандеровцем Значит Да Значит Это Короче Я Слышал Жиды Бандеровец Слышал Татары Бандеровец Но Сочетание Я впервые услышал Подношение К себе В Петербурге Два года Назад Да Значит И конечно Нужно Особое оружие Божья Ну да Это вообще Гремучая Смесь Вот Значит И Да Значит Конечно Да Это было Но Не буду Все рассказывать Там Большая Очень история Но Я Честно говоря На суде Никогда Не думал Что было Снимать Посудимых Знаете Как будто Кино Но Самое интересное В этом кино Ты сам Действующее лицо Слава Богу Что Не было так Как говорили Милиционеры Вот Значит Потому что Полицейские Угрожали Повсячески Вот Что там За наркотики Меня будут судить Значит Там Что подбросят Значит Потом За финансовые Какие-то махинации Там Вот Хотя Это община Вообще Я лишь гость Это община Надем Там Мол В этой общине Махинации Потом Там Что-то еще И Мол В обек Не отмоешься Вот Так Вот Значит Но Слава Богу Судили За Слово Божье И Приговор Суда Судьи Был Такое Что Я обвиняюсь От имени Российской Федерации Как гражданин Российской Федерации Я обвиняюсь В том Что В распространении Благов Вести Путем проповедания Церковного Собрания Вот такая Фаблировка Кстати Интересно Там Один Из Присутствовавших Пастырей Ну там Двое Было Помощник Пастера Женщина Одна С Харизматической Церкви И Пришел Священник Литеранской Церкви Которого я не знал Вообще Но он Такой Очень активный Такой Позиции Гражданская Он на всех Мероприятиях Питерских Там Участвует И он Пришел Тоже На суд Вот И Интересно Он потом Еще юридически Грамотный Человек Он там Как бы Тоже Юристом Вот Не только Священник И он Пришел Потом После суда Походит ко мне Это настолько Все без закона Даже закон Яровой Это антитеррористический Закон Как бы Эти поправки Эти даже На моей стороне По сути Это все Но Осудили Все равно Но он Говорит Это знаете Это как будто Я оказался В книге Деяния Постула Как бы Ну это уникальная Формулировка Но я верю Что Либо это Судья Эта женщина Но Мне очень жалко Ее стало Было видно Что эту женщину Просто Ну Просто заставили Делать И было видно Что ей не нравится Очень не нравится То чем она Сейчас занимается Вот На протяжении Всего суда Я часто Смотрел на нее Вот И она была Ну знаете Вот как вот Человек убитый горем Который вынужден Что-то делать Вот значит Просто вынужден Механически Что-то совершать Но что ему Не нравится Совершенно Вот И читала Она приговор Таким потухшим Голосом Что весь зал Там сколько было Людей Журналистов Все прислушивались Просто Ну чтобы Слушать Что же она Читает Вот Это было Таким потухающим Голосом Мне так жалко Стала ее Эту женщину Она понимала Ну такое Глупое положение Своё Вот оказалась Между молотом Наковальный Просто Сами эти милиционеры Которые меня допрашивали Эти следователи Три следователя В особо важном динамке Значит Такой маски шоу сделали Вот значит И знаете Эти милиционеры Тоже Эти полицейские Они тоже Я вот так просто Ну они держались Они харафорились Конечно Они держались Так вот героями Как бы Но Потом понимание было Что они Сами оказались В очень такой Дурацкой ситуации Потому что Ну их просто натравили Им сказали Знаете Вот значит Это сделать Вот Им Как говорит Сам Бог велел Заниматься Ну преступников ловить А не христиан гонять Знаете Или там Или проповедников арестовывать Значит Ну неужели в Петербурге С преступностью покончено Неужели там Нет ничего Представьте Я потом спросил А это Киев Это вот Петербургская Это еврейская община Мессианская Где я проповедовал тогда Вот Там большая часть Это Собрание Это бывший наркоман Алкоголики Тунеядцы Сутенеры Там Кого только нет Вообще Вот Некоторые из них По нескому раз Сидевшие Но самое интересное Пришел местный Еще с ними С этим следователем Местный Участковый Милиционер Полицейский А я потом спрашиваю Служителей Старейшин Этой общины Говорю А участковый Приходил раньше Вообще Нет Так представьте Участковый Должен был Наоборот Молиться на них Вот Они какую работу Делают ему На участке Представьте Сколько людей Обезопасено Этой общиной Вообще Мне что-то Прикинь сказать Спасибо Люди добрые Что делают Такую работу Вообще И что-то Подсказать Если они Где-то ошибаются Допустим Хотя у них Все было четко Кстати Спасательно Аренды Помещения Регистрация У них все Они консультировались С юристами Они сделали Все грамотно Там не было Никаких нарушений Но даже Если они Нарушили Я же не юрист Не знаю Тонкости То приди Подскажи Что вы там Что-то не доделали Какие-то бумаги Еще нужно дополнительно Иметь Допустим Ну вот Я к чему это Рассказываю Что тогда Конечно Это был Такой стресс Для меня Но Я понимал Судья Присудила Самый минимальный Из всех Возможных Штраф Денежный Вот Значит И Ну конечно Спасибо Из-за этого Нет Серьезно Спасибо И второе Спасибо Что она Такую формулировку Сделала Я не знаю Это Это было Не без Участия Духа Святого Однозначно Потому что Она могла бы По-другому И она В принципе Должна была По-другому Сделать Эту формулировку Но Вот Оказала Такую Честь Мне Вот Именно Этой формулировкой Вот Я понимаю Что это Сам Господь Бог Вот Вмешался В это все Это как Допустим Пилат Он не хотел Рассказать Иисуса Да Он говорит Я умываю руки А он не виноват Вообще Этот человек Вот Но Последнее Чем он напакостил Вот этим Как раз Товарищем Религиозником Которые Все там Рубах Рвали на себе Он сказал Напишите так Иисус Назареет Царь Иудейский Они даже Потом Пилат Перепиши Царь Иудейский Мы что Царя Распоминаем С него Напиши Сам себя Сделал Царем Или Выскочил Какой-то Что сделал То сделал Я написал Написал То есть Это Не без ванилиства Духа Святого Было сказано И сделано То есть Пилат Вот Именно Осознавая Невиновность Иисуса И Вот Даже еще И жена Она там Передала Информацию Такую Что во сне Пострадало Много За праведника Не делай Зла Это праведник Как бы В этой семье Там значит Как бы Это было Событие Определенное И Дух Святой Имел возможность Действовать Даже через Пилат И тогда Сказав правду Написав правду Могли бы написать Что-то другое Да Могли бы написать Действительно Такую пакость Такую Ну Как бы Знаете Такую Представьте Висит Сын Божий Царь Израилев О том Что значит Что вот Проходим Но Потом проходит Время И Бога Благодарим За это Аминь Благоставляю вас Да Давайте Чай Чай Чекисты Чекисты Начальники Как? Начальники Кто эти эксперты? Ну Я не знакомился С ними Не знаю Кто это Но это КГБшники Значит И Вряз И безряз Будем так говорить Это Личный интерес Руководителя Резвездного 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 Резвездного